В 1991 году распалась самая большая страна в мире – СССР. Это был союз управляемых Москвой 15 национальных республик. В состав многих из них входили автономные образования. Нагорно-Карабахская автономная область с 1923 года была частью советского Азербайджана, но большинство населения области составляли армяне. В 1988 году Карабах принимает решение о присоединении к Армении, а в 1991 объявляет себя независимой республикой. Начинается армяно-азербайджанская война за Нагорной Карабах. До победного конца! Это были романтики. Умрем, но не отдадим Карабах. Отсюда умрем, но заберем Карабах. Вы армяну одно говорите, азербайджанцу другое говорите. Первыми погибшими в Карабахе были двое азербайджанцев по имени Али и Бахтияр. Она так кричала, и до сих пор мы ее голос помним. Армяне были принесены в жертву. Мы поняли, что СССР готовит удар. Февраль 1988 года. Театральная площадь Еревана. С лозунгами «Карабах наш имя отцу» в переводе с армянского объединения люди выражали свою солидарность с Нагорным Карабахом. Прожив последние 65 лет в составе советского Азербайджана, карабахские армяне начали борьбу за присоединение к Армению. Каждый раз, когда мы каким-то образом затрагивали вопрос о вхождении Карабаха в состав Армении, центральные власти игнорировали его. Казалось, у них выработался иммунитет. Так продолжалось вплоть до начала движения, которого они никак не ожидали. Еще до перестройки армянское население Нагорного Карабаха неоднократно выражало недовольство дискриминационной политикой Азербайджана. В 1965 году 13 представители армянской интеллигенции в очередной раз обратились к московскому руководству с письмом, предлагая пересмотреть вопрос принадлежности области. И что же стало с ними? Часть авторов письма, не выдержав давления, выехала из Карабаха. А те, кто остался, подверглись преследованиям, получили выговоры, потеряли работу и были исключены из рядов партии. В 1973 году лидер советского Азербайджана, первый секретарь Компартии Гейдар Алиев, уволил партийного руководителя Нагорного Карабаха Гургена Мелкумяна. Мелкумян был родом из Карабаха и пользовался уважением в области. Его сменил командированный из Баку политический функционер армянин Борис Киворков. В Карабахе начался новый этап притеснения армян. Мой отец был директором школы. Его уволили за то, что на праздничном первомайском параде не было транспаранта на азербайджанском языке. Нам задавали провокационные вопросы. Почему ты учился в Ереване, а не в Баку? Или почему ты болеешь за ереванский футбольный клуб Арарат, а не за бакинский Невчи? Гадрут – одно из самых живописных мест. Можно сказать, колыбель Карабаха. На полотне Эмиля Абрамяна пейзаж карабахского города Гадрут. В октябре 1973 года здесь с нетерпением ждали финала Кубка СССР по футболу. Встречались Ереванский Арарат и Киевская Динамо. В то время в Карабахе транслировались лишь азербайджанские телеканалы. Молодые ребята поднялись на местную телебашню – единственное место, где можно было поймать сигнал армянского телевидения, которое транслировало матч. Арарат завоевал Кубок страны, но в Гадруте победу не праздновали. Нас забрали в КГБ, допросили и дали по мозгам. Мол, ты не имел права радоваться, ликовать по поводу победы своей команды. Либо ты должен жить, как они хотят, либо убирайся, куда хочешь. Спустя годы президент Азербайджана Гейдар Алиев на встрече с журналистами опишет ситуацию в Нагорном Карабахе в советские годы. Азербайджанская газета «Эхо» в своем выпуске от 22 июля 2002 года процитировала его слова. Я старался изменить демографическую ситуацию. Из соседних районов мы отправляли азербайджанцев не в Баку, а в Карабах. Я прилагал усилия, чтобы в Карабахе было больше азербайджанцев, а число армян сокращалось. Согласно данным переписи населения СССР 1926 года, в Нагорно-Карабахской автономии проживали 111 тысяч армян и всего 12 тысяч тюрков, а в 1987 году 140 тысяч армян и уже 40 тысяч азербайджанцев. Именно в 1987 году начался всеобщий сбор подписей с требованием отделения области от Азербайджана и присоединения к Армянской ССР. Пользуясь объявленной Горбачевым перестройкой и гласностью, армяне Карабаха поднимают вопрос о своих правах. Сбор подписей стал своего рода референдумом. Игорь Мурадян, один из активных деятелей движения, по почте отправлял стопки бумаг с этими подписями из Еревана в Кремль. Это были романтики и вместе с тем реалисты. Это довольно вроде бы противоречивые понятия, но тем не менее вполне сочетаемые. Романтик не реалист, он дурак. Реалист не романтик, он всегда проиграет. Сбор подписей очень важен, потому что люди освобождались от страха. Эту инициативу поддержали более 125 тысяч человек. Областные структуры и различные учреждения заверяли своими печатями требования армянского населения о присоединении к Армении. В ответ из Баку в Карабах прибыли высокопоставленные партийцы и попытались на месте подавить движение. На заседании в Степанакерте они осудили активистов. Руководитель области Кеворков назвал сторонников воссоединения экстремистами и националистами. Но тут председатель городского совета Степанакерта Максим Мерзоян после нескольких безуспешных попыток получить слово просто нарушил повестку дня и обвинил участников заседания в фальсификации действительности. Все, что сегодня здесь говорится, это явная ложь. Говорят одну неправду. Я вышел на трибуну и буду говорить только и только правду. Мой отец расписался матом Гитлера на сценах Рейстага. Сегодня здесь расписывают мою мать, мой Карабах. И в этом основная вина ваша, Борис Аркисович Георгова. Заседание горкома Степанакерта провалилось. В тот же день похожее заседание проходило в Гадруте. По призыву директора Краевического музея города, позднее руководителя НКР Артура Мкрчана, жители окружили здание, не позволив участникам заседания принять решение. Значит, вот здесь и состоялся первый митинг. Сейчас мы поближе подойдем к зданию. Сейчас, конечно, проход свободный, но тогда это было огороженное здание, здесь вся была ограда. 12 февраля 1988 года в течение нескольких часов вокруг здания собираются жители Гадрута из близлежащих деревень. Азербайджанские чиновники уезжают, не приняв решения. А люди продолжают стоять. Так начинается первый митинг Карабахского движения. На следующий день уже в Степанакирте проходит многотысячная демонстрация. 20 февраля на заседании областного совета обсуждается вопрос о выходе из состава азербайджанской и присоединения к армянской СССР. 111 депутатов армян единогласно проголосовали за принятие решения. 30 депутатов азербайджанцев в заседании не участвовали. Спустя несколько дней первый секретарь областного комитета Киворков отстраняется от должности. Его сменяет Генрих Погасян. В тот же день это решение было зачитано перед сотнями тысяч собравшихся на митинги на театральной площади в Ереване. Здесь же сформировался комитет Карабах, который стал руководить движением. Его первые заседания проходили в этой квартире по соседству с площадью. Дети играли, жена приносила нам кофе. Стол тот же, но стулья другие. Я любил сидеть здесь. Ливонтер Петросян вон там. Давид на той стороне. Члены комитета Карабах, заручившись поддержкой миллионов людей, постепенно становились хозяевами положения и де-факто лидерами. Отношения были гармоничными и теплыми. Была громадная творческая энергия. Она прорывалась отовсюду, передавалась людям. Мы достигли этого буквально за несколько дней. Советское руководство все время пыталось представить общественности наше движение как этническое, религиозное, ведущее к кровопролитию. И в этом случае они могли делать с нами все, что угодно. Наше движение не воспринималось бы мировым сообществом. Мы же пытались держать движение в рамках Конституции, демократии, права народов на самоопределение и свободы. 21 февраля Президиум Верховного Совета СССР постановил оставить Карабах в составе Азербайджана. На следующий день телефонистка из карабахского города Аскеран передает, что в их направлении движутся грузовики с вооруженными камнями жителями соседнего азербайджанского города Агдам. Окружающие Аскеран-сады и ближайшая мельница были подожжены. Азербайджанцы дошли до первых домов города. Вот здесь перелезли через эту стену. Разгромили все. Были железные прутья, палки тоже были. Оружия я лично у них в руках не видел. Мы начали стрелять. Здесь у них были раненые. Мы стреляли из охотничьих ружей. Армяне убили одного азербайджанца в тот момент, когда тот поджигал этот дом. Другой азербайджанец был убит из милицейского пистолета Макаров далеко от места событий ближе к Агдаму. Через час после столкновения части советской армии уже были на дороге Аскеран-Агдам и остановили дальнейшее кровопролитие. В 120 километрах от Агдама, в городе Капан, на юге Армении, азербайджанское население было обеспокоено происходящим. Именно в ночь Агдамского столкновения 22 февраля 1988 года группа азербайджанцев, 250 человек, выехала из Армении ночным поездом Капан-Баку. Большая их часть сошла с поезда в соседнем Зангеланском районе советского Азербайджана. В те годы местный партийный деятель Володи Мартиросян вместе со своими коллегами перегнал в Зангелан автобусы, чтобы вернуть азербайджанцев обратно. Некоторые сразу же вернулись. Это была как бы жалоба властям СССР, жалоба высшему руководству. Типа, посмотрите, что с нами делают. Но им ничего не грозило. Потом они вернулись, остались на несколько месяцев, а затем уехали окончательно. Азербайджанцы Капана покинули Армению в ноябре 1988 года, потому что после армянских погромов в Сумгаите давление на них усилилось. 26 февраля, это была пятница, был митинг на площади Ленина, где там собралась многотысячная толпа. Вон там собирали, призывали всех людей азербайджанцев к священной войне. Пять членов семьи Милкумян были убиты 29 февраля в Сумгаите. Спаслись только Карине, которая была на седьмом месяце беременности, ее двоюродная сестра и их дети. Вы знаете, один момент мы хотели детей бросать через балкон. И мы тоже хотели бросаться, потому что чем попасть к ним в руки, лучше мы сами покончим с собой. Это был такой один момент. Сосед с верхнего этажа впустил сестер в дом и так спас. Остальные Милкумяны несколько часов пытались сопротивляться погромщикам, но их всех убили на детской площадке рядом со зданием. А заловку мои ужасно тоже поступили. Заловку разъели, привязали к токовой трубе, разбросали балки, палили бензином, зажгли. Она так кричала, и до сих пор мы ее голос помним. Ужасно она кричала. Это все смотрела милиция, это все слышали армейские войска, все они это видели, все это произошло на глазах. Только через три дня советские войска вмешались и остановили армянские погромы. Карине смогла похоронить родных в Баку и вместе с 18 тысячами армян покинула Азербайджан и уехала в Ереван. Здесь родился ее ребенок. Девочку назвали Ириной в память о тете, сестре отца. Карине участвовала в состоявшемся в октябре 88-го года в Москве единственном открытом судебном заседании по делу сумгаицких погромов. Лишь один случай мы знаем, который был в Москве, он был открытым. Все остальное остается в аналах и в архивах Азербайджана. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь, просто из исследователей, внимательно посмотрел бы там на показания азербайджанцев. Настолько откровенные и искренние показания, что до сих пор их трудно читать. Человек содрогается. В Азербайджане большинство населения поначалу пребывает в полном неведении о событиях в Сумгаите. Газеты и телевидение продолжают рассказывать о дружбе народов. Но слухи о страшных событиях быстро дошли до столицы. Вот это был шок. Вот самый серьезный шок был с Сумгаитом. По мнению Арифа Юнусова, ситуация в Сумгаите давно уже была взрывоопасной. Сумгаит – новый промышленный центр в 25 километрах к северу от Баку. Уровень преступности в городе был одним из самых высоких в Азербайджане. В Сумгаите и до начала конфликта проживало много выходцев из Армении. Сюда же были направлены первые группы беженцев-азербайджанцев. Было опасение, что поток беженцев в Баку вызовет взрыв в Баку. Их сглаз подальше. То есть отправили в Сумгаит. Не осознав по-настоящему, что это такое. Нельзя было в Сумгаит. Может было в какое-то другое место. Напряжение в городе нарастало. И 27 февраля 1988 года после митинга в центре города вылилось во вспышку насилия. На самом деле произошел хаос, вызванный параличом или, скажем так, безответственным отношением власти Азербайджана, которые не понимали, что очень серьезная ситуация, которые не были инициативны и самостоятельны в этом решении, зависели полностью от Москвы. Естественно, попадались и какие-то провокационные провокаторы были. Толпа агрессивно настроенных молодых людей направились в те районы города, где проживало много армян. Когда они пришли, люди загородили входы в подъезды. Там и встречали этих то ли бандитов, то ли КГБшников и не пускали в свои подъезды. Вот так мы оказывали помощь. Среди азербайджанцев было много тех, кто, рискуя жизнью, защищал своих армянских соседей от погромщиков. Там был один багдасарян Артур. Он работал портным. У него было двое детей. Его нижний сосед Алискер был инженером. Когда положение обострилось, он их спрятал в задней комнате своей квартиры за занавесками. После того, как все успокоилось, они ушли целые и невредимые. В нашем подъезде ни один армянин не пострадал. Я в этом уверен. Согласно официальным данным, в Сумгаите было убито 32 человека, 26 армян и 6 азербайджанцев. 29 февраля в городе было введено чрезвычайное положение, и почти все армянское население из Сумгаита эвакуировали. 84 местных жителей были преданы суду. 82 азербайджанца, один русский, другой из смешанной русско-армянской семьи. Многие из них уже имели судимости. Азербайджанские исследователи заостряют внимание на факте активного участия в погромах бывшего уголовника с армянской фамилии, Эдуарда Григоряна. Прокурор Аслан Исмаилов хорошо его помнит. Григорян ранее был трижды судим. Он жил в Сумгаите и воспринимался там как авторитет. Каждый знал, что если не послушаешься Григоряна, будешь наказан. Две сестры Межлумян, Карина и Людмила, обе были изнасилованы на глазах у родителей. Руководителем и вдохновителем этого злодеяния был Григорян. Именно он с топором в руках заставлял Вагифа Гусейнова и других совершить преступления. В Баку и в Москве состоялась серия судебных процессов. Один из обвиняемых, Ахмед Ахмедов, был приговорен к смертной казни. Но многие в Азербайджане убеждены, что именно Григорян был главным организатором погромов в Сумгаите. Сомнений в его активном и жестоком участии в тех кровавых событиях нет. Но нет доказательств того, что Григорян был главным и едва ли не единственным организатором погромов. Сумгаитские уголовные дела рассматривались по отдельности и в разных городах СССР. Собрать единую доказательную базу и оценить ее не удалось до сих пор. А слухи и домыслы – благодатная почва для конспирологических теорий. События в Карабахе и Сумгаите происходили на фоне растущей напряженности между армянами и азербайджанцами. Отношения между ними не всегда были простыми. Но в последние десятилетия эти два народа жили в мире. Согласно энциклопедии Брагауза и Эфрона, в 1905 году число азербайджанцев, проживающих в Ириванской губернии, составляло почти 38%. В конце 40-х годов решением Сталина примерно 100 тысяч азербайджанцев были насильно выселены из Армении. В 1979 году перепись населения показала, что среди национальных меньшинств в Азербайджане армяне составляли самую многочисленную группу. И азербайджанцы, несмотря на выселение, оставались крупнейшим национальным меньшинством в Армении. Но с течением времени процентное соотношение менялось в пользу титульных наций. И национальное меньшинство в обеих республиках становились все более уязвимыми. Мы зангезурцы, из города Кафанзангезурского района. До 1988 года наши отношения с армянами хоть и не были очень хорошими, но и плохими их назвать нельзя. Они стали резко ухудшаться, начиная с конца 1987 года и до февраля 1988. Началось обострение отношений между армянами и мусульманами. Нам говорили, вы турки и должны уехать отсюда. Много было таких разговоров. Кафан – небольшой город в Зангезурской области на юге Армении. К началу 1988 года часть азербайджанцев, проживающих в этой области, была вынуждена покинуть свои дома. Жена председателя Порткома мне сказала, «Офелия, вы разве еще не уехали? Вы еще здесь?» Я спросила, «А в чем дело?» Она сказала, «Надо, чтобы вы уехали». Там был парень по имени Самвел. Я ему сказала, «Самвел, иди отключи электричество, я запру дверь, возьму ключ». Он ответил, «Мамаша, ключ не твой, ключ наш. Не трогай ни телефон, ни дверь, а сама уходи. Все, что у нас было, осталось дома». Ничего не смогли забрать. В ноябре 1987 года французская газета «Юманите» публикует слова советника Горбачева, академика Абеля Аганбегяна. «Я бы хотел узнать о том, что Карабах стал армянским. Как экономист я считаю, что он больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном». В Азербайджане считать, что именно это заявление на фоне отставки бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алива с руководящих постов в Кремле, послужило отправной точкой в эскалации Карабахского конфликта. «Когда начинался Карабахский конфликт, мы, акдамцы, как и многие карабахцы, были в состоянии неопределенности. Что им нужно? Говорили, что в Степанакерте армяне проводят митинг, хотят отделиться от Азербайджана и присоединиться к Армении. Тогда нам это было непонятно. В чём же причина? Как это хотят отделиться? Почему? Вообще до нас не доходило, что такое митинг. Мы думали, митинги бывают в Америке, в Англии. Разве в СССР могут быть какие-то митинги?» Рэй Керим Аглу жил в городе Агдам, недалеко от Нагорного Карабаха. Ему трудно понять жалобы карабахских армян на социальную и экономическую дискриминацию. Для него, как для азербайджанца, который часто ездил в Нагорный Карабах на работу, всё было наоборот. «На виноградниках по ту сторону дороги работали армяне, по эту сторону наши. Ухаживали за виноградом. Наши получали 27 рублей в советское время. А армяне за ту же работу получали 80, 90, 100 рублей. Мы тогда были детьми, но уже задумывались, почему так. Даже были азербайджанцы, которые мечтали поработать на армянской стороне». 20 февраля областной совет Нагорного Карабаха принял обращение к Верховным советам Армении и Азербайджана с просьбой о передаче области в состав Армении. У азербайджанцев, проживавших в Карабахе, возникло ощущение, что их предали и оскорбили. Два дня спустя они решили организовать марш протеста из Агдама в сторону армянского села Аскерана в Нагорном Карабахе. Рэй был участником тех событий. «Ни у кого в руках я не видел оружия. Возможно, у кого-то в руках были палки. Когда они дошли до Аскерана, с той стороны навстречу им шли вооружённые люди. Первыми погибшими в Карабахе были двое азербайджанцев по имени Алии Бахтияр. Чтобы остановить поток людей, туда привели очень уважаемого в Агдаме Аксакала Сиидо Лазымага. Но люди шли. Сиидо Лазымага встал перед толпой и сказал, «Стойте!» Хурамана Басова была председателем местного колхоза. В отчаянной попытке остановить толпу она сделала то, что превратило её в легенду. Примерно в то же время Хураман сняла свой платок и по народному обычаю бросила на дорогу. Платок нельзя было переступать. И люди не переступили, остановились. Летом 1988 года, в то время как вспышки насилия продолжались, политики по обе стороны противостояния начали настоящую войну законов. В июне армянский парламент принял решение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Спустя месяц Верховный Совет СССР решил оставить автономную область в составе Азербайджана. К тому времени руководители и Армении, и Азербайджана были заменены лояльными Горбачёву людьми. В Азербайджане к власти пришёл бывший комсомольский активист Абдурахман Визиров. Он плохо говорил на родном языке, порой шокировал толпу неожиданными заявлениями, например, такими «Поздравляю всех, в Баку вернулись 10 тысяч армян». Визиров старался разместить беженцев из Армении в Нагорном Карабахе, пытаясь увеличить процент азербайджанского населения в области. К концу 88-го года азербайджанское население было почти полностью выселено из Армении. «Мы покинули село 28 ноября. Этот дом я обменяла и доплатила за него 8 тысяч. Армяне нас изгнали, и нам пришлось переехать сюда». Бести жила в селе Сарал, в Спитакском районе Армении. Когда её семью и соседей эвакуировали, их автобус обстреляли. Погибли её односельчане, семья Баладжаевых. «Они открыли дверь, и первое поле попало в моего двоюродного брата Теймура. Потом попали в его жену, а ещё в их 12-летнего сына по имени Шаин. Автобус был залит кровью. Когда проезжали к Кировакан, возле села Вартана, там был мужчина, оставлял впечатление образованного человека. Его пригвоздили ладонями к дереву. «Да, сынок, я видела своими глазами. Не дай бог никому видеть такое». Пригвоздили, облили бензином и подожгли. В эти же дни драматические события разворачивались и на улицах Баку. 17 ноября 1988 года в городе начинались массовые митинги. Как ни странно, под экологическими лозунгами против вырубки лесов в местечке Топхана вблизи Шуши в Нагорном Карабахе. Очень скоро митинги переросли в круглосуточные акции протеста. Руководили ими поэт Сабир Рустамханлы и рабочий Неймат Панахов. В какой-то момент я был сторонником прекращения митингов. В тот момент, когда движение было сильным, армия ещё не вошла в Баку. Комендантский час не был объявлен. Бурное и сильное время нации. Руководить митингами в то время было непросто. Всюду были слышны рассказы о насилии над азербайджанцами. Звучали антиармянские лозунги и призывы к мести. Организаторам приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы события не вышли из-под контроля. Десятки тысяч азербайджанцев сбежали из Армении и заполнили Баку. Без дома, без крова. И вот в это же самое время в центре Баку, в самых красивых зданиях, жили армяне. Был очень большой контраст. Приезжает обиженное азербайджанское население, приезжает и видит, что в его столице армяне живут комфортно. В начале зимы 1988 года терпение московских властей закончилось. 5 декабря митинги были разогнаны. Спустя два дня в Армении произошло разрушительное землетрясение. Правительство советского Азербайджана приняло решение отправить самолет с гуманитарной помощью братскому народу Армении. Но по злой воле судьбы самолет потерпел крушение при посадке. 7 декабря 1988 года спитакское землетрясение в Армении унесло жизни 25 тысяч человек. Во время своего приезда в зону бедствия генеральный секретарь Компартии СССР Михаил Горбачев обещал, что последствия землетрясения будут ликвидированы в течение двух лет. В ответ прозвучал неожиданный вопрос. А Карабах? Умрем, но не отдадим Карабах. Отсюда умрем, но заберем Карабах. Им Карабах давно он и не нужен, и никогда их не тревожит. Они ведут борьбу за власть. Им нужно сохранить власть. За две недели до землетрясения Верховный Совет Армении принял решение о том, что законы СССР будут действовать на территории республики только после их ратификации законодательным органам. Кремль отреагировал в ту же ночь. 24 ноября 1988 года в Армении ввели чрезвычайное положение. Десантники приземлились в аэропорту одновременно с началом сессии Верховного Совета. Как только сессия завершилась, ввели чрезвычайное положение. Наша власть на этом закончилась. То есть власть движения, интеллигенции, комитета Карабах. В СМИ постоянно появлялись обвинения в адрес комитета Карабах. 11 декабря члены комитета были арестованы. Однако в стране находились люди, которые не боялись публично критиковать политику Кремля. Это сопротивление переросло в общественное движение благодаря всемирно известному физику и диссиденту Андрею Сахарову, этнографу Галине Старовойтовой. В общем, я думаю, что и тогда было такое ощущение, что армяне просили свободы. А Азербайджан, когда я говорю «азербайджан», я имею в виду советских руководителей азербайджанских, это свободы не давали. Понятно, что интеллигенция поддерживала свободу. В Армении появились большие группы беженцев из Кировобада, нынешняя Днинджа. Здесь проживало более 40 тысяч армян. С февраля 1988 года армяне Кировобада подвергались нападениям со стороны азербайджанцев. При церкви Святого Григория действовал штаб, который по ночам тайно переправлял семьи в армянский квартал и оказывал помощь пострадавшим от нападений. Григорий Аганезов был одним из организаторов самообороны. Там было три человека. Их забили до смерти, а в диагнозе написали «сердечная недостаточность». Не было родственников, чтобы опознать и похоронить. Вот руководство города и обратилось к нам. Гробы были необычно большими. Это было странно, и мы попросили открыть их. Они отказались. Тогда мы скинули крышку и увидели страшно искалеченные, опухшие тела. Пришлось закрыть. Так и похоронили. «Сердечная и почечная недостаточность». По имеющимся документам, в Кирвабаде до августа 1989 года вследствие нападения было убито семь человек. В 1991 году руководитель Государственного комитета безопасности Армении Усик Арутюнян в интервью газете «Экспресс-Хроника» сказал, что в 1988-1989 годах в Армении были убиты 25 азербайджанцев. Эти убийства произошли в основном на севере страны, в Гугаргской области, где нашли убежище выселенные из Сумгавитой Кирвабада армянские семьи. На фоне этих событий Москва срочно обсудила вопрос Карабаха и приняла решение создать комитет особого управления НКО. Комитет состоял из семи человек. Главой его был назначен Аркадий Вольский, один из руководителей промышленной политики Кремля. Горбачёв пришёл к выводу, который в дальнейшем превратил в политический лозунг. Вся проблема в том, что люди в плохом социальном положении. Если люди будут хорошо жить, национальные вопросы отойдут на второй план. В Карабахе были ликвидированы партийные структуры. Все управленческие вопросы обсуждал исключительно комитет, а последнее слово всегда оставалось Завольским. Он перезапустил несколько предприятий, начал строительство телевизионной вышки. Однако неразрешимым оставался главный вопрос – статус Нагорного Карабаха. Та задача, которая была поставлена перед Комитетом особого управления, приостановить карабахское движение, была неразрешима. Этот вопрос не получил решение и по сей день. Существование Комитета теряло смысл. В августе 1989 года в Степанокерте съезд полномочных представителей избирает Национальный совет Арцаха, так армяне называют Карабах, как единственный орган власти народа. 28 ноября Москва принимает резолюцию о мероприятиях по нормализации ситуации. Вместо Комитета особого управления был учрежден Оргкомитет по Нагорному Карабаху во главе с Виктором Поляничко. Поляничко был мастером провокаций. Этот свой богатый опыт он приобрел в Афганистане. Перепутал Карабах с Афганистаном. Потому и провалился здесь. Он не мог даже выйти и пройтись по этому городу пешком и 10 метров. 1 декабря 1989 года Верховный совет Армении и Национальный совет Нагорного Карабаха приняли решение о воссоединении НКО с Армянской ССР. Это был ответ на решение Москвы о создании в Степанокерте Оргкомитета по Нагорному Карабаху. В свою очередь Верховный совет Азербайджана ликвидировал НКО как территориальную единицу. В Баку проходили многотысячные митинги. За год правления режима Поляничка 18 раз подрывалась система водоснабжения. Был подбит пассажирский самолет, следующий из Армении в Карабах. 46 человек погибли. В отличие от комитета Вольского, армяне так и не подключились к работе Оргкомитета Поляничка. Позднее он был убит в Северной Осетии. Вольский и Поляничка, которые по-разному воспринимались армянами и азербайджанцами, похоронены в Москве на Новодевичьем кладбище. Их памятники почти рядом, но смотрят в разные стороны. Я хочу процитировать Нуйкина, это российский публицист, который сказал, что сумгаид был предупреждением не просто сумгаидцам. Он был напоминанием и предупреждением всех армян, что армяне не должны жить в Азербайджане. Но армяне этого не поняли, и тогда им устроили Баку. Семья Марины Саркисовой приняла решение переехать в Армению. Нашелся покупатель квартиры, который должен был заплатить за нее 25 января. Это наши старые соседи во дворе сфотографировались. Но 13 января Марина заметила на двери нацарапанный крест. В Баку уже начались армянские погромы. Да, я видела, когда моих соседей, вот пожилых людей вытащили, и что с ними там они делали. Они валялись вот так, крутились эти люди. Ну, за одну секунду убили человека, он упал, хотел убежать, не успел. А там маленькое строительство шло. Эти кубики большие такие, каменные, на земле куча была. Они подняли кубиком прямо ему по голове. Я воззвонила в милицию, они не приехали. Сказали, позвоните вашему возгену. Марину и ее семью спасла азербайджанка, соседка из квартиры напротив. Без ведома мужа она тайно перевела армян в дом своего сына. Спустя какое-то время пришли погромщики, стали стучаться в двери и искать армян. Они спрашивают, где здесь армяне живут, армяне здесь на этой площадке. И он говорит, рукой прямо на вашу дверь показал. Она мне говорит, я думала, земля из-под моих ног уходит. Вы представляете, жена спрятала, муж не знал. В ночь на 19 января соседи сообщили, что паромы перевозят людей из Баку в Туркмению. Сын соседки вместе со своими друзьями организовал колонну автомашин и перевез с Аркисовых в порт. Ереван принимал самолеты и машины с беженцами. Был создан специальный штаб, но жилья и гуманитарной помощи не хватало. Несколько семей беженцев, среди которых была и Марина, сломали ворота дома отдыха в Ереванском районе Норкмараш и обосновались здесь. Вот шаль, это вот эта самая шаль, которую мне накинула на голову моя соседка. Она уже старая, уже ей 23 года. Вот так она мне накинула сама, я не хотела одевать. Она накинула, говорит, закрой, что у тебя не было видно, что у тебя. И вот в машине вот так с этой шалью я приехала на паром. до парома, а потом сняла. Вот и осталась эта шаль, память о моих соседях, которые нас спасали. По официальным данным, во время бакинских погромов, которые продолжались несколько дней, погибло 66 армян и двое азербайджанцев. Позже армянская пресса писала, что от ран скончались еще 20 человек. Подождите. За бакинскими погромами последовали армяно-азербайджанские вооруженные столкновения на Нахидживанском отрезке границы. Перестрелки на участке границы между армянским Яросхованом и азербайджанским Садараком участились и к сторонам примкнули подразделения советских войск, в том числе пограничный полк Нахидживан, Турция. В конце мая 1989 года из разных советских тюрем освобождаются члены комитета Карабах. Не являясь официальной властью, они вели переговоры о прекращении огня на разных участках армяно-азербайджанской границы. Члены комитета Карабах создали армянское общенациональное движение, которое на многопартийных выборах, впервые проведенных в истории СССР, победило Кумпартию. Председателем Верховного Совета был избран Ливон Терпетросян. 23 августа 1990 года была принята Декларация независимости. Армения и Карабах бойкотировали референдум о сохранении Советского Союза. Азербайджан проголосовал за СССР. Ответ Москвы не заставил себя ждать. Федеральная власть, когда увидела, что она не в состоянии решить этот конфликт, она решила все отдать на откуп Азербайджану. Как ни странно, советская армия была передана подчинение одной из сторон. И отдает приказ о выселении Шумянского района, фактически. Наступил момент, когда мы поняли, что СССР готовит удар. 6 мая советская армия вторглась в деревню Васкипар на Имбирянского района и расстреляла 20 человек – сотрудников милиции и гражданских лиц. Заложников сдали властям Азербайджана. Вот здесь стояли автобусы. Мужчин, избивая, приводили сюда. 14 мая 1991 года в четыре деревни Бердадзорского подрайона, соседствующего с Шушой, ворвались бронемашины вооруженных сил СССР и спецназ Азербайджана. Связали и увезли в лачинское отделение милиции всех мужчин села Мецшен. Началась операция «Кольцо». Мы пришли и увидели, что убили Анушавана Григоряна, который жил в этом доме вместе с братом и сестрой. Начали издеваться над беременной женой. Он же мужчина. Не выдержал, ответил. Они потащили его в подвал и убили выстрелом в рот. Под предлогом проверки паспортного режима были выселены жители 21-й деревни Карабаха и Шаумянского района. В тюрьмах и отделениях внутренних дел людей заставляли письменно отказываться от своего места жительства. По официальным данным, в ходе операции «Кольцо» было убито 30 армян. Только год спустя после взятия Шуши армянское население Бердадзора вернулось в родную деревню. Больше всего от «Кольца» пострадал населенный армянами Шаумянский район. Когда я сказал Горбачеву, у меня возник такой момент. И что он мне сказал? Будем с Муталибовым это решать. Или что-то в этом роде. Я вообще остолбенел от удивления. Как с Муталибовым? Муталибов как раз и есть виновный. Виновное лицо в этом деле. В моем представлении так было. Может, так не было на самом деле. Но, наверное, так было. И вдруг он с ним будет решать. У меня возникло ощущение полной оторванности от жизни. Конечно, Горбачеву было не до этого. Операция «Кольцо» началась под конец длительного периода политической нестабильности и кровопролития в Азербайджане. А за два года до этого в квартире в центре Баку начиналась другая история. Народный фронт был создан здесь, в моей квартире, на втором этаже. Здесь собирались сотрудники в основном института востоковедения, устраивали собрания. А вот здесь сидели очень часто сотрудники КГБ, которые следили за нами. В 1989 году группа азербайджанских активистов и интеллектуалов проводила здесь встречи и планировала создание нового оппозиционного движения. Здесь из мебели был только стол и несколько стульев. Вдоль стены были поставлены ящики, на них длинные доски. И на них в основном все сидели. А за столом сидели председательствующие. Председателем был Юсиф Самедоглы. Когда уже Народный фронт был создан, его выдвинули председателем Народного фронта. Но он отвел свою кандидатуру и прошел тогда Ильчебей. В сентябре 1989 года под давлением Народного движения власти были вынуждены зарегистрировать Народный фронт Азербайджана, председателем которого стал будущий президент Абульфас Эльчебей. Три месяца спустя, 1 декабря, Верховный совет Армении принял решение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Это привело к резкой радикализации настроения в рядах Народного фронта. В регионах начались беспорядки. Отделения Народного фронта в Ленкаране и Джалилабаде свергли представителей советской власти, а в Нахичеване местные жители под руководством члена правления Народного фронта Неймата-Панахлы снесли пограничные столбы на советско-иранской границе. Власти в Баку оказались неспособны влиять на ситуацию. В начале января 1990 года Верховный совет Армении принял решение включить финансирование Нагорного Карабаха в бюджет на текущий год. Это вызвало возмущение в Азербайджане. В Баку гнев вылился на армянское население города. 13-14 числа я ходил по привокзальной территории по населенным армянам и кварталам. Там были молодые люди, беженцы из Армении. Они заходили во дворы и говорили армянам «переселяйтесь, уходите». Там не было жестокости, просто говорили «уезжайте». Раз в Армении не осталось азербайджанцев, то и вы здесь не можете оставаться. Мы пытались остановить этих людей, собирали их и объясняли, что такие действия не к лицу нашему народу. Должно быть спокойствие. Но было уже слишком поздно. Ситуация на улицах Баку вышла из-под контроля. Во время митинга было нападение на одну квартиру армянскую. Это окраина города Баку, Баилова. И армянин, защищаясь, защищаясь свою семью, свой дом, топором зарубил двоих. Вот эта информация о том, что было двое, погибло, армянин зарубил топором, без объяснения, как на самом деле все это произошло, вызвало взрыв. Это стало началом непрекращающегося несколько дней страшного насилия над армянским населением Баку. Правоохранительные органы либо не смогли, либо не захотели вмешаться. Я лично на Монтине, когда видел погромы, видел солдат, подошел к ним и говорил, что вот там в соседнем доме, там погромы, помогите. Они четко нам заявляли везде. Приказа нету. Будет приказ, мы будем делать. То есть армия была в городе. У нас тогда в Баку была 40-тысячная группировка, советская армия. Можно было спокойно предотвратить. Не сделали. То есть вот это говорит о том, что, конечно же, Москве нужен был хороший предлог. Во время погромов, по официальным данным, было убито 66 человек. Почти все армянское население Баку было выселено. Но это не стало концом трагедии. Вдруг мы заметили, как со стороны Тбилисского проспекта прямо на нас идут танки. Именно с той стороны, откуда шли танки, послышались первые выстрелы. Стреляли с двух направлений – из танков и с территории казарм. Мы не знали, что происходит в казармах. Нас было много. Мы стояли вокруг костра, подбадривали друг друга, чтобы побороть страх и не бежать. Мы надеялись, что в нас не будут стрелять. Но когда танки стали приближаться, мы увидели, что трассирующие пули стали опускаться все ниже и ниже. И некоторые из тех, кто стоял рядом со мной, стали падать. Началась паника. Танки не останавливались и двигались в сторону нашего костра. Казалось, что они хотят перестрелять всех одного за другим. Пытались не упустить никого и перебить всех. Вот тогда и попали в стоящего рядом со мной человека, и он упал. Я его поднял, взвалил на спину, вместе с ним пробрался через деревья и передал его кому-то через стену. Когда я оказался в освященном месте, увидел, что весь в крови. За день до этого я купил себе белый плащ. И этот плащ был красным от крови. Москва не попыталась вовремя остановить погромы. Она решила действовать более привычными для себя силовыми методами. Вот это и было нужно. Не допустить. Ради этого на все шли. Разрешали ломать границу. Разрешали захватывать власти в районах Лень-Каране, Джин-Лабаде. Разрешали, закрыли глаза на погромы. То есть, по сути дела, армяне были принесены в жертву. Жертву политических амбиций, в данном случае, Москвы. Которая должна была восстановить власть. Раз. Навести порядок. Два. И заодно преподать урок всем. В результате карательной акции в Баку погибли 137 человек. Большинство из которых стали случайными жертвами. Похороны погибших вылились в общенациональный траур. Люди массово сжигали свои партийные билеты. Лидеры Народного фронта Этибар Мамедов и Халил Рза были арестованы и отправлены в московскую тюрьму Лефортова. Другие же ушли в подполье или покинули страну. Визеров бежал из республики. Вместо него к руководству страны пришел Аяс Муталибов. Когда я говорю, о чем он встречался, ему говорил все, у него тик начинался. Потому что я ему в лицо говорил то, что другие не говорили. Я говорю, когда вы кончите плохо, а мы вместе с вами, поклонитесь пояс армянам. Он говорит тогда мне, да, я понимаю, тебе тяжело, но ты пойми, нам очень тяжело. Я говорю, а зачем вам должно быть тяжело? У вас есть указательный палец, есть край стола. А узнаете и скажете, ребят, мы так не договаривались работать. Вы армянам одно говорите, азербайджанам другое говорите. Вы вообще что хотите? Разобравшись с Баку при помощи танков, советские власти решили, что пришло время принять более жесткие меры и в Нагорном Карабахе. Москва, убедившись в неэффективности комитета особого управления, заменила его на Оргкомитет по Нагорному Карабаху под руководством 2-го секретаря ЦК Компартии Азербайджана Виктора Полиничка. При поддержке советской армии Оргкомитет пытался разоружить незаконные вооруженные формирования в Карабахе. Наша 100-я дивизия проводила мероприятие и захватила группу из 20 боевиков с оружием, с боеприпасами, гранатометами. И расследовать вот этот захват выехала оперативная группа. Подполковник, старший лейтенант-следователь и водитель старший сержант. Были захвачены в качестве заложников с требованием освободить этих боевиков. Генерал Куликов пригласил куратора вооруженных сил Армении Вазгена Саркисяна, чтобы тот помог освободить взятых в плен солдат советской армии. Я пригласил Вазгена, показал ему этот арсенал и сказал, Вазген, видишь, что это не пастухи никакие. Поехали туда. Прибыли в Мардакер, в помещение начальника райотдела. Там были самые разные такие ситуации, вплоть до такого, в кавычках, концерта, когда заходила группа женщин в помещение, рвала на себя эти волосы, кричали и плакали там и так далее, что наших мужей забрали. Я так и сказал, я говорю, Вазген, прекращайте этот концерт, на, посмотри список, кто эти люди. Ну, он, конечно, взрослый понимающий человек, он понял, что действительно эта инсценировка должна быть закончена, он что-то им сказал на армянском языке, они прекратили, исчезли. Ну, все было понято правильно, людей им доставили. В марте 91-го года Горбачев провел всесоюзный референдум о будущем Советского Союза. Азербайджан проголосовал за сохранение союзного государства. Армения референдум бойкотировала. Это решение временно дало Азербайджану определенное тактическое преимущество. Я говорю, вы знаете, азербайджанский народ имеет все основания быть вами недовольным, особенно в вопросе о Нагорном Карабахе. И тем не менее, проявив мудрость, проголосовал за союзное государство, которое в течение семидесятков лет всех объединило. Но это не просто так, это что-то стоит. А что ты хочешь, мне спрашивают. Я говорю, я хочу, чтобы вы дали поручение и реализовали свой указ о разоружении незаконных формирований. И проверки паспортного режима. В апреле-майе 1991 года советская армия провела операцию «Кольцо», официальным поводом для которой стала проверка паспортного режима. В результате этой операции армянское население примерно 20 населенных пунктов было вынуждено покинуть свои дома. А что у нас армия была, чтобы выйти на высоты в горах базы, разоружить? У нас же не было ни вертолетов для погашения огня, ничего же не было. Значит, армия сделала. И это был шок. Это был шок для Армении. Это был шок. Они никогда не ожидали этого. И когда мы провели эту операцию, они выбросили белый флаг. Они поняли, что все, Москва вместе с Маталибовым кончает это дело. Обеспокоенные изменением обстановки в пользу Азербайджана, карабахские армяне делегировали группу во главе с Леонардом Петросяном в Баку и в Москву для достижения компромисса. Ну что, ребята, кончать надо, я говорю. Пять человек их было. Григориан был среди них, один, которого убили. Степанакертин средь белого дня расстреляли из автомата. Он был порядочный человек. И Леонард Петросян тоже. Я сказал, что вот так, давайте, поезжайте к Терпетросяну, скажите о том, о чем мы здесь говорим, тоже послушайте его. Потом совместную комиссию сделаем, мне надо кончать это дело. Произошло то, что никто не ожидал. Произошло ГКЧП в августе. Отчаянная попытка силовых структур реанимировать коммунистическую партию и Советский Союз провалилась спустя три дня. Авторитет промосковских лидеров союзных республик пошатнулся. После подавления путча ГКЧП начался необратимый процесс. Правительство Азербайджана поняло, что мосты с официальной Москвой и Горбачёвым уже сожжены. 30 августа была принята Декларация независимости. Перед зданием Народного фронта начался большой митинг. Тогда народ силой разогнали. Ворвались в наши здания, применили удушающий газ и по приказу руководства нас в темноте избили до полусмерти. После провала путча значительно усиливается влияние президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Совместно с президентом Казахстана Назарбаевым осенью 1991 года Ельцин предпринял попытку посредничества в армяно-азербайджанском конфликте. Стороны достигли определенных соглашений в северокавказском городе Железноводск. Но процесс был прерван 20 ноября, когда азербайджанский вертолет потерпел крушение над Карабахским селом Гаракент. В результате погибли почти все руководители силовых структур Азербайджана, журналисты, а также российские и казахские посредники. Ядро моей команды было. Я по каждому из них много слез пролил ночами. Это мои друзья были. Покойный Тофик Смайлов меня провожает к машине. И говорит, Аяс, я хочу завтра слетать в Агдан. Там я назначил совещание. Я говорю, ну что, можно. Ну и хочу облететь Карабах. Я говорю, что? Ты и думать об этом не думай. Ну, он мне по плечу вот так. Ну, да не бойся. Все, все будет. Вот они все, как это, бочки, сели в бочки, сели туда и полетели, и подстрелили. Эта катастрофа стала поворотным моментом в истории противостояния. 25 декабря было принято решение о выводе внутренних войск СССР из зоны конфликта. Мы оказались в Закавказе неугодны никому, ни тем, ни другим. Особенно в Нагорном Карабахе. Нас стали, по нам стали уже открывать, как с одной стороны огонь, так и с другой стороны. Там уже нас начали отстреливать. Пусть они разбираются теперь уже сами между собой. Нам нужно оттуда выходить. Последний сдерживающий фактор, наличие в регионе советских войск, перестал существовать. Война стала неизбежной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...